Доброго дня! Последние новости слышали? Девушка два года не смывала косметику, и в итоге ее кожа постарела на 15 лет! Прикиньте? Статейка. Юная девушка Байдальми из Южной Кореи умудрилась не снимать макияж в течение двух лет. Наша героиня начала пользоваться косметикой в 14. С помощью косметических средств она старалась скрыть недостатки кожи, свойственные молодым людям в подростковом возрасте. Дорогие девушки, женщины и пред... Дорогие девушки, женщины и другие представители прекрасного пола, давайте перестанем обманывать себя и всех окружающих нас вокруг. Пожалуйста! Потому что когда вы делаете то, что вы делаете, наносите косметику на ваше лицо, скрывающие ваши недостатки, надеваете ужимающую, утягивающую одежду в виде корсетов и прочих бандажей. Когда вы одеваете лифчик на два размера больше, чем нужно, потом напихиваете туда всякие вещи, носки, трусы вашего бывшего парня, трусы вашего настоящего парня, туалетную бумагу, надеюсь, неиспользованную. Меня, кстати, сама тушь сейчас накрасила, но просто потому, что я звезда, и звезда должна сиять в объективе камеры. Так вот, my point is... Это ужасно, вы обманываете всех, вот сами подумайте, прикиньте, встречаетесь с парнем. Я думаю, что у вас не раз была такая ситуация, что вот вы нашли парня своей мечты, пошли на свидание, и вот дело уже стремительно набирает обороты, и вы движетесь в сторону постели, занять горизонтальное положение. Но вдруг... Вы знаете, что происходит вдруг? Вот представьте, вы, да, и у вас немножечко тут лишний вес. На себе, правда, я не смогу показать лишний вес, ибо у меня его нет. Но дело не во мне, дело в тебе. Да, если здесь как бы не особо видно, то вот у тебя здесь пузо торчит, вот так, как будто беременная, но на самом деле ты не беременная. Но ты настолько беременна выглядишь, что тебе в автобусе даже место уступает, как будто бы ты беременна. Мне кажется, это сигнал о том, что нужно что-то с собой сделать, дорогая моя. И ты решаешь проблему тем, что ты утягиваешь твой лишний вес бандажиком, либо корсетиком. И что выходит? Выходит, здесь внешний вроде хорошо, да, утянулась, надела обтягивающее платье, и все вроде бы нормально. Ты такая секси-векси-шмекси, вы идете, занимая горизонтальное положение, да, ты уже готова, так сказать, заземлиться. И вдруг наступает тот момент, когда он своей мужской и страстной рукой расстегивает твой корсет. Что происходит дальше, я думаю, не стоит рассказывать. Думаю, все из вас понимают, что происходит дальше. Все твои телеса как щупальца вылазят из этого корсета, вот так... И дай боже, чтобы его не задушило в процессе ваших страстных утех. Или вот, например, девушки, любящие наносить на свое лицо столько макияжа, что просто непонятно. Это вообще лицо или холст? А лично я считаю, что не стоит перебарщивать с косметикой. Вспомните, сколько времени вы тратите на макияж. Знаете, сколько я времени тратчу на макияж? 15 минут. Все. А ты все свое лицо красишь. Чуть ли не малярной кистью там стоишь, наяриваешь. Но спать ты все равно ложишься с монстром. Ему-то что, он умыл, солег, все норм. Как был, не очень, так и остался. Но вот ты... Ид, как грится, так и грится, что грится. Понятно? Дорогие женщины и мужчины, я очень надеюсь, что сейчас то, что я вам сказала, очень сильно помогло. Пожалуйста. Спасибо. С вами была самая натуральная и естественная в своем роде, не только в своем. Мария Тропикал. И еще вот ты вот посмотрел, да, видео вот посмотрел, да? А вот, ну, а подписаться, нет? Ну вот, а еще вот, а лайк вот поставить, нет? А еще знаешь, что можно сделать? Лайфхак. Чтобы поделиться с друзьями, можно отправить ссылочку на это видео друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok